Всем привет! Сегодня славное субботнее утро в Японии. Как всегда, с вами Владимир от своего паблика, от своего блога. Сейчас будет такой мой очередной влог-монолог с самим собой на тему смешанных браков, на тему смешанных детей и на тему японок. Но это все вместе связано, поэтому прошу меня послушать и также прошу не отбежаться на то, если я после этого как-то захочу продолжить и дополнить свои мысли. Кстати, алоэ, смотрите. Просто со мной недавно произошли некоторые такие события в жизни, которые мне очень прям воодушевили. Я недавно был в Токио, общался с разными японцами, и мы гуляли с моим новым хорошим знакомым. Я даже, я как бы не хочу так прям говорить другом, но это очень классный молодой человек, и он клевый. Мы с ним... У нас был такой очень крутой трип, вот. И из него я понял, что, знаете, мне очень нравится Япония, мне нравятся японки. Это глупо, может быть, звучит сейчас, кому они не нравятся, да, может, они многим нравятся, кому нравится Япония, но... Это не так просто, как вам кажется, на первый взгляд. Это то же самое, что вам может понравиться какие-то морские водоросли или на то, да, или то же самое, что японец сможет полюбить черный хлеб. Это довольно сложно. И я для себя недавно понял, что мне очень нравятся японки. И, ну, естественно, мне нравятся Аки, конечно же, больше всех. Но просто мне нравится сама нация, мне нравятся японки. А еще мне нравятся японские парки. Мне нравятся японки. Раньше я находил их красоту, то есть в их волосах. Мне очень нравятся эти черные волосы, собранные в аккуратный такой, четко обрезанный по одной линии. Мне нравится их белая кожа, мне нравятся глаза, разрез глаза. Мне очень все нравится, но... Я как-то, можно сказать, немножко, может, чуть-чуть себя заставлял любить это. То есть у меня как-то был самодисциплина, что я должен заставить себя это полюбить. То есть я к этому не испытывал каких-то высших чувств. Я просто... Мне это нравилось, и все. А с недавнего момента я понял, что просто я очень сильно хочу детей от японки. То есть вам может это показаться шокирующим, такое заявление, потому что многие скажут, нужно жениться на русской, жить в России, потому что ты россиянин, там, или русский, неважно. Вот. Ты, считай, отдаешь свой генный потенциал другой стране. И да, я готов его отдать, потому что я не считаю себя чисто русским. Я, конечно, русский, я славяним. Очень довольно так сильно. У меня есть разные примеси. У меня очень много европейской крови. У меня есть чуть-чуть совсем армянская, есть еврейская кровь. Ну, все в пермешку. И моя мама, она такая чуть-чуть темненькая. А у отца, бабушка, она была чистой еврейкой. Вот. И поэтому я не совсем русский. И мне это очень нравится. То есть, может быть, из-за этого у меня такая тяга к этой стране. И совсем недавно, что я понял, что я просто обожаю эту страну. Я обожаю японок. И я хочу, чтобы мои гены смешались с генами японки. И это получился такой новый сверхчеловек. Это будут мои дети, которых я обучу, дам им свои знания. Моя японская жена воспитает их в полной строгости в соответствии с японским устройством общества. Она даст свою любовь, заботу. Я сдам свою жесткость и свою прямолинейность и разовью физически этого человека. И я считаю, что этот человек он просто будет править этой страной. И это будет очень мощный такой гибрид. И я прямо хочу это сделать. Я хочу посмотреть на это. Видеть все. Все, как это произойдет. Я просто жажду этого. Я недавно это для себя понял. Да, это так как-то странно звучит. Я не знаю, что со мной происходит. Может быть, это вот как-то на меня влияет. Может быть, какие-то деревья специальные или рис содержат какие-то экстрагены, которые меняют мой мозг, меняют мое мышление. Но тем не менее, вот такая забавная ситуация. С недавнего времени я еще кое-что понял. это некая такая хитрость японцев. Вот их постоянное, то, что называется, то, что они недоговаривают постоянно, постоянно о себе на уме. И я понял, как они это используют. Как они это используют в своих целях. Это почти шпионские цели, когда человек никогда не говорит сам ничего о себе, а из себя выведывает максимум информации, постоянно о тебе листик, можно сказать, лжет, да, лицемерит, но при этом он вынимает из тебя практически все. И ты о нем не знаешь ничего, а он имеет некую такую картину о тебе. И может уже как-то информацией это распоряжаться довольно хитро, но я теперь понял, как этому противостоять. Я понял, как быть выше этого, особенно с девушками, особенно с серьезными людьми, допустим, на работе. Это круто. Мне это нравится. И вот я нашел, как справляться теперь с трудностями некоторыми в связи с этим. И теперь я сам отыгрую роль такую некую в японском обществе. Теперь японцы думают, что они знают что-то обо мне. На самом деле теперь они ничего не получат от меня и получат только то, что я захочу, чтобы они обо мне знали. И эта информация будет ставить их в тупик всегда. Но она и так их сейчас всегда ставит, потому что до этого я это делал неосознанно, а сейчас я это делаю осознанно. И поэтому им кажется, что я такой няшка, няшка-глупышка, гайзин, с которым можно делать все, что хочешь, поэтому он няшный. Он такой невинный, потому что он ничего не знает, он такой глупенький. А сейчас я все понимаю, насколько хиперы эти люди, насколько нельзя никому доверять, особенно женщинам. И как все это повернуть против них. Но сейчас вы все в комментах, конечно же, напишите, да ты, мы это все знали, ты дурак. Это каждый пятиклассник знает, Вован, ты чего? Ну да, конечно. Вы лучше меня знаете, я верю. Я в это просто верю искренне. Так, а куда я иду-то, кстати? Я иду в магазин или куда? Мне нужно пожрать себе, купить. Вот. Так. Я пришел на Атова Чоэки. Да, мне нужно, мне нужно вот в ту сторону. Ладно, я думаю, уже завязывать пора. Уже никакой продуктивной информации не идет. Всем счастливо, удачи, всех люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...